Здравствуйте, дорогие ребята! Приветствую вас на нашем сегодняшнем уроке. Чтение Борис Житков. Как я ловил человечков. Для начала ознакомимся с нашим автором. Борис Степанович Житков. Русский и советский писатель. Прозаик, путешественник и исследователь. Автор популярных приключенческих рассказов и произведений о животных. Как я ловил человечков. Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка, а на полке пароходик. Я такого не видал никогда. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба, желтая, и на ней два черных пояса, и две мачты. А вот мач шли к бортам веревочные лесенки. На корме стояла будочка, как домик, полированный с окошечком и дверкой. А уж совсем на корме медное рулевое колесо. Снизу под кормой руль и блестел перед рулем винт, как медная розочка. На носу два якоря. Я сразу запросила у бабушки, чтобы поиграть к пароходикам. Бабушка мне все позволяла. Оттуда вдруг нахмурилась. Вот это уж не проси. Не то, что играть. Трогать не смей. Никогда. Это для меня дорогая память. Я видел, что если заплакать, не поможет. А бабушка, дай честное слово, что не прикоснешься, а то лучше спрячу-ка от греха. И пошла к полке. Я чуть не заплакал и крыкнул всем голосом. Честная, расчестная бабушка. И схватил бабушку за юбку. Бабушка не убрала пароходик. Я все смотрела на пароходик. Влиз на стул, чтобы лучше видеть. И все больше и больше он мне казался настоящим. И, наверное, в нем живут человечки, маленькие, как раз по росту пароходика. Я стал ждать. Не поглядит ли кто из них в окошечко? Наверное, когда дома никого нет, выходят на палубу. Я прятался за дверь и грядел в щелку. Ребятки, что происходит потом, вы сможете прочитать, узнать в учебнике. Страница 166. Задняя часть корабля, которая упоминалась в нашем тексте, вот это, как вы видите на рисунке. И мачта, которую мы несколько раз услышали, это откуда свисают наши паруса. Какие качества характера мачка раскрылись перед вами в этом отрывке? Интерес, любопытство. Интерес, эмоциональный процесс, связанный с потребностью узнать что-то новое об объекте интереса. Любопытство, бессознательность, стремление к познанию, присущие многим живым существам. Как вы думаете, какое из них положительное качество, а какое отрицательное? Интерес – это положительное, любопытство – это отрицательное качество. До новых встреч, ребята! Спасибо за внимание!